На этой неделе Армения сделала важные шаги в сфере инфраструктурного развития и энергетической политики. Правительство утвердило программу помощи пострадавшим от наводнений и изменило правила беспошлиного ввоза товаров. Напряженность на границе с Азербайджаном сохраняется, в то время как внешняя политика страны балансирует между различными геополитическими силами. Civilnet представляет главные события недели, пытаясь раскрыть их в более широком региональном контексте. Инфраструктурное развитие и международное сотрудничество Одним из ключевых событий недели стало объявление о начале реализации масштабного инфраструктурного проекта в Грузии, который будет иметь существенное значение для Армении. Правительство Грузии приступает к строительству новой четырехполосной трассы Рустави-Садахло, которая свяжет Армению с международной скоростной магистралью Е-60. Проект, оцениваемый в 250 миллионов евро, финансируется Европейским инвестиционным банком в рамках кредитного соглашения по развитию дороги международного значения «Восток-Запад». Новая трасса протяженностью более 30 километров будет положена параллельно существующей дороге и включит в себя 11 мостов и переездов. Это строительство имеет стратегическое значение не только для Грузии, но и для Армении, предоставляя последнее прямое сообщение с международной скоростной магистралью Е-60. Возможность косвенно стать частью европейского проекта международной автомагистрали «Восток-Запад» – компактный транспортный коридор через территорию Грузии. Реализация этого проекта может значительно улучшить транспортную доступность Армении и способствовать ее экономической интеграции с европейскими странами, открывая новые возможности для торговли и туризма. Энергетическая политика и планы по строительству новой АЭС Другой важной темой недели стали планы Армении по строительству новой атомной электростанции. Заместитель министра территориального управления и инфраструктур по энергетике Акоп Варданян в интервью «Сивилнет» рассказал о деталях этого амбициозного проекта. Для управления проектом создается специально закрытое акционерное общество, что свидетельствует о серьезности намерений правительства. Правительство активно обсуждает оптимальную мощность будущей АЭС, учитывая текущие и прогнозируемые энергетические потребности страны. По словам Варданяна, для удовлетворения энергетических потребностей Армении необходимо построить АЭС мощностью в 600-700 МВт. Ведутся переговоры с различными странами и компаниями, рассматриваются разные технологии, включая возможность строительства американской модульной АЭС малой мощности. При выборе проекта учитываются многие факторы, такие как мощность, сроки строительства, лицензирование и вопросы эксплуатации. Также обсуждаются вопросы энергетического сотрудничества с соседними странами и развития межсистемных линий электропередач. Упоминается проект энергетического коридора «Север-Юг» и возможное сотрудничество с США в строительстве новой АЭС. Вопросы финансирования и стоимости новой АЭС также находятся в центре внимания, но конкретные цифры пока не разглашаются из-за соглашения о конфиденциальности. Этот проект имеет стратегическое значение для энергетической безопасности Армении и может существенно повлиять на ее экономическое развитие в долгосрочной перспективе. Внешняя политика и международные отношения В сфере внешней политики произошло важное кадровое назначение. Президент Армении 15 августа подписал указ о назначении Гургена Арсенияна новым послом Республики Армения в Российской Федерации. Арсениян, ранее являющийся депутатом Национального собрания Армении, отправящий партии гражданский договор, сменил на посту посла Вагаршака Арутюняна. Это назначение осуществляется на фоне усиливающихся противоречий между Ереваном и Москвой в условиях меняющейся региональной геополитики. Это, по всей вероятности, усложнит работу главы армянского диппредставительства в России. Также на этой неделе Сивилнет опубликовал аналитическую статью о предстоящих президентских выборах в США, рассматривая подходы двух основных кандидатов Дональда Трампа и Камалы Харрис к Армении и Карабахской проблеме. Анализ показывает, что политика США в отношении Армении может существенно различаться в зависимости от исхода выборов. Во время президентства Трампа произошла Карабахская война 2020 года, приведшая к потере Армении контроля над значительной частью Нагорного Карабаха. Администрация Трампа заняла пассивную позицию в конфликте, сократила помощь региону и не признала геноцид армян. При администрации Байдена Харрис США официально признали геноцид армян, но не смогли предотвратить этническую чистку в Арцахе в 2023 году. Однако при Байдене США стали более активно участвовать в посреднических усилиях и углублять отношения с Арменией в различных сферах. Эксперты отмечают, что сегодня политический эстаблишмент США более благосклонно относится к Армению, что связано с поворотом страны в сторону Запада. Однако влияние конкретного кандидата на будущее армяно-американских отношений остается предметом дискуссий. Внутренняя политика и социально-экономические вопросы Что касается внутренней жизни в Армении, правительство страны приняло решение по оказанию помощи пострадавшим от майских наводнений в Ларисской и Тавужской областях страны. 15 августа кабинет министров утвердил программу помощи, выделив около 1,15 миллиона долларов на поддержку местных предпринимателей и фермеров, чьи хозяйства серьезно пострадали от стихийного бедствия. В экономической сфере важным событием стало объявление Комитета государственных доходов об изменении лимита беспошлиного ввоза товаров через сухопутную границу. С 19 августа снижается порог льготного ввоза товаров для личного пользования без уплаты таможенных пошлин и налогов. Теперь наземным транспортом и пешеходным способом без уплаты таможенных пошлин и налогов в Армению могут быть доставлены товары для личного пользования, эквивалентные 200 евро и или не превышающие 10 килограммов. Ранее этот лимит составлял 500 евро и 25 килограммов. Правительство объясняет это изменение необходимостью борьбы с теневой экономикой. Ситуация на границе. 16 августа вновь возникли признаки новой эскалации на армяно-азербайджанской границе. Однако Министерство обороны Армении опровергло информацию об обстреле азербайджанских позиций. В сообщении говорится, сообщение Министерства обороны Азербайджана якобы от 16 августа в 3 часа ночи о том, что около 20.00 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в западной части приграничной зоны, не соответствует действительности. В оборонном ведомстве напомнили, что аппарат премьер-министра Армении предложил администрации президента Азербайджана по дипломатическим каналам создать двусторонний механизм расследования случаев нарушения режима прекращения огня. Это предложение направлено на снижение напряженности и предотвращение дальнейшей эскалации конфликта.